Мне показалось, пил ли я вчера, употреблял ли феназепам, барбитураты, транквилизаторы, синтетику, или это действительно Израиль и Гейминг выложил новый видос, и вправду видео-то есть, значит со мной всё в порядке. Лайкайте, и обязательно в течение видео напишите комментарий, это крайне важно, иначе ФСБ, ЛГБТ, ОМОН заберут у нас канал, и запретят нам зарабатывать в эпоху коронавируса. Да. Итак, друзья, с вами Израиль и Гейминг, канал о заработке в Стиме и в принципе в интернете. Мы вернулись. Очень рад вас всех видеть, слышать. Много чего изменилось в моей жизни кардинально. Одно из самых серьёзных изменений, которое произошло за последнее время, теперь я могу без проблем подтверждать сотни, тысячи, десятки тысяч офферов, не утруждаясь при этом. А всё почему? Потому что за меня это делает синтетика и феназепам. А если серьёзно, друзья, я установил годный бесплатный софт, благодаря которому, кстати, мне удалось продать более пяти тысяч кейсов из всеми известной, кто меня уже давно смотрит, игры Black Squad. По поводу успехов и поражений, инвестиций и заработка на игре Black Squad я расскажу, разумеется, в скором времени. Ну что ж, друзья, Steam Desktop Аутентификатор – сумасшедший софт. Давайте разберёмся, как же его завести и окончательно приручить. Итак, друзьяшки, для начала нам нужно с вами будет запастись Google-переводчиком, потому что там будет очень много непонятных, незнакомых слов. После этого мы берём телефон, к которому привязан Steam Mobile Guard. Ну, если у нас этот телефон есть. И, соответственно, берём почту, к которой привязан наш Steam Аккаунт. Если телефона нет, мы его забыли, там где-то потеряли, без проблем, ничего страшного. Значит, следующим этапом мы должны отвязать мобильный телефон, но ни в коем разе не почту, от нашего Steam. Затем мы должны отключить Steam Guard на нашем аккаунте. Разумеется, зайдя в приложение Steam на нашем телефоне, и можно начинать действовать. Скачиваем SDA, ну Steam Desktop Аутентификатор, с GitHub. Там всё прозрачно, всё честно, это серьёзный софт, который существует уже более пяти лет. Видим зелёную кнопочку Clone or Download, и, соответственно, нажимая на неё, качаем Download ZIP файл. И всё становится замечательно. После того, как мы качнём этот файл, там уже будет всё очень просто. Версия 1.0.10, соответственно, нажмём на неё, и там всё качаем. После того, как, друзья, у нас всё загрузится, мы открываем переводчик, и без проблем устанавливаем и подтверждаем эту байду. Когда всё скачается, мы заходим в ту папочку SDA 1.0.10, ну 0.10 это, разумеется, версия. Запускаем это всё дело и добавляем новый аккаунт, вводя логин и пароль. Далее там всё будет элементарно, нужно просто будет действовать согласно указаниям. Друзья, после того, как мы уже всё установили, подтвердили, мы умные люди, у нас всё получилось, Google переводчик в помощь, нам нужно это приложение, так скажем, причесать, потому что оно будет действовать без самой главной функции, то есть без автоподтверждения афера. Для этого мы заходим, ну, собственно говоря, опять в эту папку SDA 1.0.10, Steam Desktop Аутентификатор после этого, и жмём в файл Settings. И, соответственно, там мы должны будем поставить все галочки, вот в этих вот сеттингсах, а там, где вот циферка будет, с этими состелочками вверх-вниз, я советую вам поставить пятёрочку. И всё, жмём Save, и у нас сумасшедшие вещи происходят. После всего этого, самое главное, друзья, мы должны подождать будем две недели. Почему? Чтобы площадочка у нас состыковалась и активировалась, и стала доступной. И, соответственно, проходит две недели, и мы можем пользоваться Steam Desktop Аутентификатором и радоваться жизнью. Как вообще происходит автоподтверждение аферов, когда мы уже все вот эти вот галочки проставили, да? Мы заходим в Steam через браузер, ля-ля-ля-ля-ля-ля, соответственно, там какую-нибудь пушечку или кейс продаём, и у нас обязательно должен быть включен Steam Desktop Аутентификатор на компе, потому что если он будет выключен, то никаких автоподтверждений аферов у нас не будет. Ну, соответственно, мы можем это всё дело на продавать, ля-ля-ля-ля-ля, у нас он пока не будет подтверждён, ни один из аферов. И после этого открыть Steam Desktop Аутентификатор, никуда не нажимать, и у нас всё само активируется и подтвердится. Все текущие Confirmations, то есть подтверждения, мы можем посмотреть, нажав на View Confirmations, ну или как там Confirmations. Ладно, всё, хватится в английском, друзья. Но ещё преимуществом данной проги, данного софта украинского является то, что мы можем бесконечное количество аккаунтов туда пихнуть, Соответственным образом мы можем ферму создать благодаря этой софтине, что немаловажно для людей, зарабатывающих на Steam'е. Ну что ж, друзья, это был видос, который поспособствует дальнейшему нашему с вами заработку в Steam'е. У меня уже всё это дело установлено, я уже более 5000 аферов подтвердил благодаря этой шняшке. И не нарадуюсь, соответственно, и продолжаю подтверждать аферы и зарабатывать бабосики в Steam'е. Тут недавно у нас имморталочки поднялись в дозе. Как правильно, поднялись или поднялись? Я считаю, что поднялись. Фух. Друзья, ну что ж, не забывайте комментировать, лайкать, проявлять активность, показывать это видео родителям, друзьям, потому что канал нужно поднимать. Нужна благодарность за годный контент, ребята, я считаю так. Всё, с вами был Израэль Гейминг, заработок в Steam'е. Всех уважаю, люблю, целую. Давайте, работаем.